Друзья, у меня плохие новости, хотя больше для себя самой, нежели для вас. У нас сегодня день сурка, и посмотрите, как у нас солнечно. И это плохая примета дня, потому что день сурка ведь должно быть пасмурно. Надо, чтобы сурок вышел и не увидел свои тени, и не зашел обратно. А у нас явно все сурки уже зашли. А это значит, что вот лично меня ждут еще шесть недель зимы, шесть недель в юге и морозов. Шутка на самом деле на улице плюс восемнадцать. А знаете, зачем мы здесь сегодня все собрались? Я продолжаю серию видео с гаданиями по именам. И сегодня по вашим немногочисленным просьбам я буду гадать мужчинам. Узнаем про них все. Мужчинам, как всегда, все лучшее достается. И знаете, обратила внимание, что про мужские имена даже как-то больше, как-то интереснее всего написано. Гадание у меня будет сегодня для мужчин. Но сначала немножко про имя. Первое имя у нас будет, как вы думаете, какое? Сергей. Не знаю почему. Ну, может быть, что-то, знаете, подсознательное, интуитивное сколыхнулось. Ну, вот, решила начать с Сергея. Итак, откуда же пришло к нам на Святую Русь имя Сергей? Вот что в популярных источниках есть в интернете. Мужское русское личное имя восходит к латинскому слову «Сергиус». Это римское родовое имя. А римляне, в свою очередь, взяли от своих, от части предшественников, этрусков. Этруски – это была древняя цивилизация. Люди, которые еще до римлян на месте современной Италии построили свой мир. Это загадочные люди, загадочная цивилизация, которые много нам оставили и растворились потом. Ну, вот так. Откуда? Сергею будет интересно узнать, откуда вообще есть пошло имя-то его. А это вот с территории современной Тосканы. В Италии, если бывали или если собираетесь ехать, посетите Тоскану, если вы Сергей. Потому что теоретически, следуя вот этой вот долгой-долгой цепочке, вы на тонком уровне, как бы вот оттуда. А в греко-римской мифологии Сергестус – это прародитель рода Сергеев, был даже другом Энея. А Эней – это серьезный человек, авторитетный, это же знаменитый герой Троянской войны и, по слухам, даже сын самой богини любви Венеры. А вот, да, кстати, откуда у самих этрусков это слово взялось? Ну, вот это вот звучание Сергей – это мы не знаем. Об этом история умалчивает и, наверное, ну, не узнаем, может быть. Ладно. В христианском имянослове имя Сергей соотносится с раннехристианскими мучениками святыми. Это Сергий Римлянин и преподобный мученик Сергий Синайский. Оба они в разное время, правда, пострадали за веру. Потом их церковь канонизировала. И таким образом вот это имя закрепилось в церковной среде и в этой церковной среде оставалось. Вот представьте себе, что до самого конца XVIII века на Руси имени Сергея, мирского, такого, гражданского, не было. Было только духовное имя Сергий. А вот, ну, почему-то с конца XVIII века дворянство сначала стало использовать имя Сергея, уже такую более, ну, как, социализованную светскую форму имени вот этого. Имя Сергея. Вот оно распространялось, набирало обороты. И после октября было популярно. Вот, например, написано, есть такие сведения, что в конце XIX века, в конце XIX века имя Сергей входило в 17 наиболее неупотребимых имен, вообще конца XIX века. Потом, после Октябрьской революции, это имя какое-то время не использовалось, не знаю почему. А потом снова стала после войны набирать обороты. И пик, ну, я тоже это знаю, пик популярности, пик увлечения именем Сергея пришёлся у нас на 60-е и 70-е годы. То есть, да, действительно, мальчики, которые вот родились, мальчики, которые родились от 60-го до 80-го года, вот в этом промежутке просто Сергея через одного. Я поддерживаюсь, согласна. Вот такая вот история имени интересная. Но теперь о том, какой он носитель имени Сергея. А вот вы сейчас попробуйте это, с собственным опытом соотнесите, согласитесь вы или нет. Я согласна. Почти под всё подпишусь, но я выбрала наиболее такое чёткое, хотя написано очень много и такого общего. Миролюбие, склонность к сопереживанию, чувственность. И по темпераменту Сергей, как правило, меланхолики подходит. Дипломатичность отличает носителя имени. Настоящий дипломат Сергей может быть, он очень может корректно и успешно вести переговоры и даже быть посредником. Ну, то есть, вести переговоры между третьими сторонами. То есть, как-то вот, ну, дипломатичность, оно понятно, о чём. Аналитический склад ума есть у Сергея. Отличная интуиция. Сергей очень хорошо разбирается в людях, прямо с первого взгляда оценивает человека. Но это я не знаю. Я Сергеем не была. Может, в следующей жизни только. Отрицательная черта, конечно, есть. Это подверженность чужому влиянию. Сергей любит, как вы думаете, что любит Сергей? Правильно. Любит женщин, весёлые застолья, элитные напитки. Ну, может, это и хорошо, что женщин. Сергей – отличный муж и прекрасный отец. Вторая половина у него, ну, в смысле, жена, наверное. Хотя должна быть очень спокойной и уравновешенной. Вот такие нравятся Сергею – спокойную и уравновешенную женщину. Внешность не важна для Сергея, представляете? Не важна внешность девушки. Главное – душа бессмертная. То есть характер, мозги, не знаю. Жениться Сергею рекомендуют от календари в осознанном зрелом возрасте. Иначе, возможно, это по цепочке пойдёт. Один неудачный брак, потом потащит за собой второй неудачный брак. И, в общем, трудно будет остановиться. Если Сергей… Ой, если вы про мужа смотрите, вот вам будет интересно. Если Сергей даже изменяет жене, то, знаете, он не торопится разводиться при этом. Сергей любит помогать жене по хозяйству и прекрасно ладит с тёщей. Дальше имена женские, которые рекомендованы Сергеем. Ну, вот в первом источнике я нашла тут список имён. Я не знаю, любой бедный Сергей таких девушка не найдёт. По-моему, это Антонина, Инга, Карина, Римма, Станислава, Фарида, Эльза, Эмилия и Смиральда. Ну, не знаю. Тоже имеет место быть. Вот. А в другом месте что-то более прикладное. Итак, это продолжается ряд имён женских, которые подходят Сергею. Валентина, Виктория, Галина, Дарья, Елизавета, Ирина, Нина, Римма и Татьяна. Прекрасный тост. А кто же не подходит Сергею, как вы думаете? Это Алла, Вера, Лариса и Элеонора. А я про Ольгу ничего же не сказано. И я гадаю сейчас теперь Сергею на картах на теперь уже наступивший давно 2020 год. Гадание для Сергея. Не буду говорить, какие я использую карты. На самом деле это классическая колода Таро. Потому что неизвестно, кто здесь кого использует. Мы карты или они нас. Первый вопрос мой. Вопросы скорее. Для Сергея будут про работу, бизнес, заработки и финансы вообще в целом. Конечно. Ну, что говорить. Для мужчин деньги важны. Основополагающая мужская энергия. Как ни крути. Если женщина еще как-то опосредована через что-то. Через какую-то вот цепочку более тонких, запутанных взаимосвязей с деньгами. Как бы соотносятся. То для мужчины деньги это, ну, можно сказать, все. Потому что испокон веку наличие денег или отсутствие денег определяли, хорошо это или плохо, я не знаю. Ну, как бы и границы мужественности тоже. Поэтому, да, и для мужчины крайне важно правильно выбрать стезю, свою профессию, заниматься именно своим делом. Потому что, ну, опять же, успешность финансовая только там, где вы на своем месте. Это понятно. Кстати, могу подсказать, если вы вдруг молодой Сергей, если вы вдруг еще пока выбираете или можете выбирать профессию, делом, которым заниматься, обратитесь к своему гороскопу рождения, к своей натальной карте. Как правило, не всегда, но часто там имеются очень четкие указания, для чего тот или иной человек родился на свет. Кому-то подходит землю копать, кому-то зубы лечить, кому-то наукой заниматься, кому-то кино снимать, кому-то писать стихи, ну и так далее. Вот натальная карта в этом смысле, знаете, выдает все содержимое очень хорошо и полезно ее слушаться. Никак я не приступлю к гаданию. Ну, давайте. Профессия, работа для Сергея и деньги для Сергея. Что вам принесет 2020 год вот в этом смысле, в этом жестко, сугубо материальном смысле? Прогноз довольно противоречивый. Я не скажу, что вижу здесь трагедию или даже минимальную какую-то драму, но на восторге исходить мы с вами не будем. Потому что сначала для тех, у кого есть работа, для тех, кто определился с профессией, с бизнесом. Что мы видим? Ну, семерка жезлов, вам это ни о чем не скажет терминология. Это карта доблести ее называют. Доблести. Доблесть – это отличное качество. У кого-то есть, у кого-то нет. Но самое главное, что доблесть ведь люди проявляют, как правило, если есть препятствия. Вот массу таких препятствий в работе, в творчестве или в бизнесе 2020 год вам принесет. Большая часть этих проблем, надуманные, но от этого не легче. Большая часть конкурентов или врагов и мизинца вашего не стоит, но от этого тоже не легче. Все равно их надо побеждать, все равно их нужно как-то обгонять. Какой-то хлопотный в смысле профессии год. Просто хлопотный. Ни хороший, ни плохой. Про доходы в целом, вот насколько вам ваша существующая работа будет выгодна или нет, мы, пожалуй, ничего не скажем. Но насколько вы будете доблестны, настолько будет хорош, наверное, так, ваш кошелек. Вот примерно указание карт сводится к этому. Потому что карта вам достается скорее не предсказание, а призыв, призыв смелее. Расталкивайте кого-то локтями. А расталкивайте теми же локтями свою лень и инертность. Результат не заставит себя ждать. Если вы не будете ждать чуда, по этой карте все надо делать своими руками. Знаете, вот все своими руками, головой, с вами каким-то волевым усилием. Храбрость, смелость очень понадобится, потребуется. Следующее предсказание для тех Сергеев, которые решились поменять работу или решились найти, наконец-то, работу. В общем, если вы в поиске работы сейчас, сейчас сто десятка кубков, вам обещают новую работу, изобильную в каком-то смысле. Каждый найдет, что ищет, но карта, знаете, не совсем про дела и про деньги. Да, работа новая будет оплачиваемая, комфортная, приятная, удобная, в хорошем коллективе, очень спокойная по эмоциям. И знаете, как на работе, как дома себя будете ощущать, а в коллективе будете ощущать себя, как в своей собственной семье. Разве это не прекрасно? То есть карта такая изобильная, но вот подчеркиваю, она, карта, это не обещает какие-то радикальные перемены. Здесь, скорее всего, новую работу вы найдете по уже выбранной специальности, по своему послужному списку. В общем, не будете выходить из зоны комфорта, в общем, за границы признанной и устоявшейся какой-то реальности. Но в целом это хорошо, это изобилие. Несколько неожиданно карта смерть, карта великих перемен достается Сергеем в позиции деньги. Что это значит? Перемены. Деньги заканчиваются и деньги какие-то новые уже неизбежно начинаются. Ну, карта немножко, в общем-то, с потрясениями. Она может описывать для Сергея неожиданные расходы. Впрочем, с таким же успехом она обещает и неожиданные доходы. Ну, чтобы нам не оставаться в невидении, потому что наша задача разобраться полностью, в целом и как бы до конца со всей этой историей. Поэтому давайте сюда достанем еще дополнительную карту. На что вам нужно брать? Видите, две карты про колоссальные перемены. Есть старших арканов в колоде Таро. Это карта смерть и карта колесницы. И они обе достаются Сергею в позиции деньги. Но я договорилась с собой, что буду округлять указания в общих гаданиях в лучшую сторону. И поэтому, да, вам скажу, какие-то вот счастливые перемены вас ждут в доходах. Поменяются деньги. Но это не отменяет того, что вам надо работать, знаете ли. Это не отменяет того, что вам стоит быть смелее, ответственнее. Случайные деньги, большие, могут прибыть к вам. Очень большие. Следующая тема – любовь. Для мужчин любовь не актуальна. Слишком уж. Ну, не так мужчины интересуются любовью, как женщины. Для женщин, для многих это, кстати, откровение. Женщины думают, что вот мужчины тоже живут подобными категориями. Это ни разу не так. Ну, и так, любовь для Сергея в 2020 году. Если вы сейчас уже выбор свой сделали, с вами есть любимая девушка, жена или жена, подруга, неважно. И вы хотите, уже знаете точно девушку, с которой будете продолжать отношения, то вас ждет прям торжество любви. Эдемский сад. Посмотрите на иллюстрацию. Карта. Это тоже старший аркад. Карта так и называется «Влюбленный». И она, конечно, описывает любовь во всех ее самых чувственных, крупных, серьезных проявлениях. Это привязанность, возрастающая друг к другу. Это признание, это отличная физическая совместимость. Это достаток для двоих. Это свадьба, брак, рождение ребенка. В общем, все, что, все эти радости, все те проблески счастья, которые люди могут находить в парном союзе, мужчины и женщины. В общем, вот так. Можно не переживать за судьбу брака или за судьбу отношений. Вообще можно не переживать. Это настоящее. Это для тех, кто про настоящее отношение интересуется. Если вы одинокий, Сергей, сейчас и хотите любовную историю, ну, какую-то новую начать, то есть находитесь в активном поиске, то скорее освобождайтесь от пагубных каких-то ложных установок. Так, хотел сказать комплексов, но, по-моему, я это слово уже сегодня использовала для вас, поэтому не буду нагнетать. Посмотрите, это восьмерка мечей. Очень-очень-очень противная карта, одна из худших в колоде. Она дурна тем, что по ней люди сами ограничивают себя в счастье и в любви тоже. Поэтому вот и было бы у Сергея новое романтическое знакомство головокружительное. Да только сам он никуда не пошёл, не сходил, ничего не затеял. Если девушка подошла первой, то он испугался и убежал. Ну, в общем, вот так вот. Смотрите. Трудно будет реализовать какие-то новые романтические планы. Вот совсем новые. Ну, работайте над собой и с собой в первую очередь. Но, впрочем, вот по этой карте могут вмешаться и внешние обстоятельства неблагоприятные. Так, например, вы можете влюбиться... Ну, что похоже-то выбрать? Так вы можете влюбиться, например, в несвободную девушку. В девушку, которая уже занята замужем. Это нет, история печальнее на свете. А может быть, кто-то вообще не сможет попасть в новое знакомство, потому что до сих пор находится в каких-то путах, в какой-то смирительной рубашке. От прежнего брака, от прежних отношений, от прежней любовной истории. В общем, думайте и разбирайтесь в первую очередь с собой. Этот совет как? И прошлое. Если сейчас вы сожалеете, оплакиваете какую-то прошлую свою любовную историю и хотите вот такой ответ на такой вопрос узнать, вернётся ли из прошлого что-то, девушка из прошлого, прошлое отношение, прошлое чувство, то, знаете, Паш Пентаклей откровенно вам советует подарить подарок, растратиться на подарок, на подарки. Но в качестве подарка сгодятся и внимание, и какая-то практическая помощь для девушки, которая сейчас далеко от вас. Да, Пажи – это всё новое, новости, известия, поэтому примирение вполне себе возможно. Занимайтесь, будьте рассудительны, благоразумны, ну и не жалейте денег, не жалейте любых ресурсов таких земных, материальных. И следующая тема – это семья, быт, дом, жилище и взаимоотношения с близкими родственниками. Это всё темы семьи в моём гадании сегодня для Сергея на 2020 год. Всё, что вы имеете сейчас в семейных делах и жилищно-бытовых, будет продолжаться. Колесо судьбы будет крутиться в правильную, нужную вам сторону. И нет потерь и разочарований. Придётся над чем-то работать, над семейными отношениями, над домом, строительством дома. Поэтому здесь могут быть какие-то домашние покупки, даже незначительные, но, тем не менее, очень необходимые и какие-то продуманные, обдуманные карты. Вообще карты на тему дома выпадают неэмоционально. Это хорошо, это значит, что не будет конфликтов. Ну, может быть, и не слишком много будет таких родственных излияний душевных. Вообще карты только про дела и про деньги. То есть в зоне семьи, в зоне дома Сергей будет заниматься строительством, покупками, обустройством, переустройством. Возможен переезд? Возможен. Интересно, что переезд у нас выпадает в позиции прошлого. И это может быть переезд, который уже состоялся, и поэтому вы сейчас в новой квартире живёте на чемоданах и делаете ремонт. Но это может быть ещё и возвращение, возвращение куда-то. Вот вы переехали, и судьба будет вернуться на то же место, откуда вы так необдуманно и резко сорвались. В целом, я хочу сказать, что предсказание хорошее. Все карты на своих местах. Некоторый сумбур, ну, правда, такой счастливый трепет, появляется в позиции деньги. То есть год принесёт перемены по финансовому состоянию. Очень сильное. И из другой колоды, второй, я хочу вытащить для вас совет. Какими вам быть? Совет. Какую тактику поведения лучше выбрать Сергею для того, чтобы легче вышеописанного достигать? А может быть, чего избегать, каждый скажет. Ну что ж, в общем-то, очень неожидаемые рыцари Жезлов рекомендуют вам активность. Будьте активны, торопитесь, опережайте время, опережайте самих себя. Не откладывайте планы в долгий ящик. Старайтесь все шансы, которые даёт судьба, схватывать вовремя. И не бойтесь ездить. Чем дальше, тем лучше. Продолжение следует...